Вкратце ответ был таков. Поскольку они перерабатывают в основном нефть со старых скважин Оренбургской и Самарской областей, чуть добавляя сырье из Западной Сибири, то, скорее всего, наши НПЗ под раздачу не попадут. Эта нефть менее затратна, чем сибирская, хотя и более насыщена серой. По всей видимости, резкое сокращение нефтедобычи произойдет на скважинах, где более дорогое топливо и транспортировка. Что касается наших местных НПЗ, то здесь может упасть производство авиационного топлива. В ближайшей перспективе резкого увеличения авиаперевозок ждать вряд ли стоит. Будет ли востребован бензин для АЗС в прежнем объеме, тоже станет понятно уже в ближайший месяц по объему грузовых и пассажирских перевозок. Самарцу Андрею Гаврюшенко понравились введенные в регионе антикоронавирусные меры. Я очень благодарен коронавирусу заодно. Мне очень нравится вот эта новая уважительная дистанция в магазине, когда никто не стремится невинуемо куда-то все время торопясь поддать тебе в пятую точку своей корзинкой или тележкой. Лепота восклицает автор в Фейсбуке. Ну просто Европа. Класс, а? Еще немного тренировки и в очередях перестанут материться пубертатные подростки, покупающие бесконечный чупа-чупс, а бабушки остерегутся вести велеречивые диалоги с кассиршими о бесконечно волнующей их сермяжной правде и пасконной, и домотканной. В комментариях иронизируют, что очень нравится обезлюдевшая Самара. Можно даже клуб мизантропов и социопатов создать.